кстати сегодня я второй день на диете наконец-то я села на диету обычно я сажусь 11 января я об этом уже говорил у меня есть отдельный ролик где я об этом говорила но в этом году я решила все вкусняшки съесть сначала вот там пока вот эти немножечко подарки там я поела но уже не так особо хочется как бы за весь год я уже столько сладкого съела причем вы видели до этого обзора вот эти сладости что уже вначале следующего года вообще уже сладко ничего не хочется уже это так надоело и поэтому я сажусь на диету заодно чтобы похудеть заодно чтобы захотеть разные вкусняшки вот и в конце диеты уже начинает хотеться быстрее быстрее похудеть вы быстрее хочу пирожные хочу это вот это это то есть вот так вот и вот я там всякие да вкусняшки там подъедала подъедала и в итоге получилось у меня что я села на диету немного позже вот и вчера вот я как раз сидела на диете и сегодня вот немножечко тяжеловато потому что знаешь что что я поем только вечером если до этого и ну как бы я тоже только ужинал на завтрак у меня некогда как бы не особо хочется меня всегда тошнит по утрам ну не всегда по-разному бывает ну и аппетита нету как бы так вот сейчас подождите закипела пускай кипит кипит у меня там картошка с морковкой то есть принципе с детства почти привыкла то есть кушать один раз в день с утра я шла в школу меня дико тошнило школу с утра просыпалась не знаю почему мне очень сильно тошнила я есть вообще не хотела я помню его пивала полстакана это где-то на 100 миллилитров я так думаю вот школе по-разному когда иногда я ела иногда не ела как родить родители денег не дали то естественно я не ела и бывало такое что я целый день голодная то есть в обед я приходила мне там тоже что-то особо как то есть не хотелось и в итоге я ела только на ужин ужин все вот ужин да ужин я ела как положено то есть это было допустим вермишель это было там куриная ножка большая такая там не голень а вот еще вот у нее там с бедрышком что ли вот как называется то есть вот прям целая куриная ножка вермишель к допустим салат там то есть родители делают салат разделяет его там все салат и выпивала я чай чай я очень люблю у меня большой стакан вот такой стакан у меня здесь 650 миллилитров вот такой же стакан у меня был дома там только у не другой рисунок здесь а здесь розочка я потом процессе когда выросла вас появились свои деньги я уже купила несколько таких стаканов домой я купила сюда вот когда мы с мужем начали жить у свекрови по моему вот один туда приезжаю я и вот у мамы один то есть еще два это купила но они вот продаются как правило них рисун какой-то фигневый есть еще с черным лебедем думаю блин как-то черный лебедь вообще ни о чем не знаю почему не сделают большие стаканы нормальные такие есть кстати продаются на 600 рублей я помню стоит он такой более сглаженный по бокам у этого как-то как-то он идет так вот вот какие-то вот штучка там а то более сглаженный 600 рублей это много вот и вот таких вот стаканов чая я помню выпивала 3 4 штуки то есть пока с едой ешь один выпьешь там а пока салат поешь один выпьешь там пока с едой один выпьешь и потом мне еще нужно было чай после еды то есть вообще прям я очень много пила чая и мама прям это сидит ты который стакан пьешь уже второй третий нифига себе вот то есть я прям это водохлёб это я в папу папа у меня тоже у него точно такой же не такой же по обширнее стакан у меня кто узкий более у него такое другой немножко у него чай остывает наверное быстрее и он тоже прям водохлёб очень много пьет чая вот и вот как-то я с детства привыкла то есть только ужинать только ужинать и все так как-то мне проще то есть ты поел и с этой лег спать с утра проснулся пока там голод появится только к обеду вечером поел и лег спать то есть и с детства со школы с 11 лет вот я помню до этого тоже также было в младших классах я помню училась я обедать не хотела отказывалась мама варила суп но обычно я просто забывала его поесть забывала бывало такое что я разогрею его налью в тарелку у нас как раз был кот феликс меня он чем отвлекет я уйду играть и короче забуду вообще напрочь забуду про эту тарелку эта тарелка с супом до вечера стоит мама приходит заходит в квартиру а тут тарелка с супом стоит будет наташа ты чё не поела а я так еще на кухне не заходила сижу такая вспоминаю я поела что-то блин не помню по-моему я чё-то помню доставала разогрела поста по моему я поела это уверенно зайди на кухню заходишь на кухне стоит тогда ребенком не понимаешь что ну не поел значит ладно там вам то ну вот суп протух что я старалась готовила выливать потом вам стало делать проще покупал просто пельмени или покупала или делала их сама достанешь из морозилки разогреешь их ну как это приготовишь их и поешь в итоге я думаю не хочу прибегаешь со школы не охота ничего вот как то так вот было у меня всегда было именно так вот и моей двоюродной сестры у нее тоже она с утра ее тошнило дико нас утра не ела в обед там где-то как-то там на ужин вроде как поел то есть у нее тоже также я так думаю наверное это у многих такое есть вот поэтому я как бы такой образ жизни меня гораздо привычнее как бы я понимаю то что здоровье может быть мое это от этого хоть ухудшается но за все это время пока что это не очень заметно бывают какие-то там сбой но они проходят то есть они вылечиваются как будто бы сами то есть она все сама проходит как бы нет такого что пришел к врачу там анализы бегаешь сдаешь там прописывать кучу таблеток пьешь их пока что не был кажется нормально я сейчас сейчас хочу полностью перейти на такое питание потому что мне так удобнее гораздо удобнее когда поел сыт и хочется полежать так вот как-то себя всегда неважно себя чувствовала как то вот эту тяжесть какая-то там это вот бодренькая бегают там с ребенком туда-сюда мне так удобнее так нравится вот и не после диеты я думаю я точно также буду питаться диета наверное у меня в этом году будет уже в прошлом году у меня было сыроедение да сыроедение позапрошлым в этом году наверное не помню какая у меня была в прошлом году как я питалась с утра и в обед наверное мне кажется точно так же надо записывать надо брать листочек и записывать наверное чуть-чуть на завтрак я что-то ела по моему наверно орешки на обед чего-нибудь там такое интересно ролик посмотрите он может быть будет в это в описании ролика заставки вот ну в этом году я думаю что буду есть просто ну завтрак не будет обед не будет а на ужин вместе с ребенком либо это будет салат либо это каша вот поскольку ребенок у меня ложится спать рано вот муж у меня приходит уже позже гораздо позже приходит работает допоздна и как вот так вот то я буду есть наверное вместе с ребенком потому что чтоб ребенок видел что я тоже ем потому что когда перестаешь есть ребенком дожидаешься вечером мужа чтобы поесть вместе с мужем то ребенок как-то смотрит а мама не ест тогда пускай мама меня кормит там когда начинаешь друг кушать вдруг неожиданно там посередине дня он не дает уже поэтому я подумал наверное буду кушать вместе с сыном чтобы он видел что и мама тоже кушает что все хорошо мама кушает ужинает вместе с ним вот вот так вот такие вот дела диету сажусь посмотрим да вес вес вчера я взвешивалась был 60 килограмм но знаете вот самое странное я помню набирала вес лет восемь девять назад я набрала вес весила 60 килограмм но я была очень толстая промо тут были щеки такие лицо было большое руки вот здесь вот плечах прям такие толстые пузо прям было огромное такое свисала там ноги тоже прям толстый был то есть я прям была нереально толстая фотографироваться не фотографию с меня только одна фотография есть по моему даже это на новый год или 8 марта мамы там вот это у родителей нас вместе с мужем сфоткали и все вообще я была очень толстая весила как раз 60 килограмм это первый раз жизни я набрала вес вот за то что вот как раз я питалась очень хорошо завтракала обедала ужинала как положено и набрала 10 килограмм вот до этого всегда весил 50 ну там 48 50 то есть вот так был мой вес мне так нравилось удобно было легенькое ветерок дунул и я вшик и полетела все хорошо вот единственный раз сейчас я взвешу тоже 60 килограмм ну и до этого вот много раз сколько было доходило до 60 с возрастом я замечаю то что я не такая толстая то есть 60 по ощущение по виду моей фигуре кажется как будто я вешу 57 вот где-то вот так то есть я не знаю почему так с каждым годом вот я сколько-то дохожу до 60 ощущение что я становлюсь просто худею 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 вот иногда сейчас думаю если я сейчас похудею до 50 думать я вообще буду худышка там нереально какая наверняка не знаю или это просто наверно быть я и худая может быть это вода где-то там застаивается и начать мочегонной какой-нибудь пить наверно что-нибудь может такое скорее всего может вода весь не знаю короче вот поэтому вот я буду сидеть на диете сбрасывать вес к лету готовится как раз у меня там где то есть обычно я сажусь на диету и себе под заранее как бы говорю у меня есть два месяца спокойно сидеть на диете можно не торопиться сейчас я вешу 60 поэтому в принципе мне можно не торопиться мне там сбросить на одну килограмм 5 где-то 35 килограмм то есть поэтому я два месяца могу спокойно сидеть как раз у нас сейчас записываю ролик у нас середина января где-то ролик выйдет попозже вас как раз будет от конец января наверное январь там февраль март ну как раз вот там где-то в марте в апреле я уже буду худенькая то есть мне даже как привычка надо сидеть на диете многие кстати я читал до читала посты девушки не могут заставить себя сесть на диету ой давай я сяду в понедельник вот сегодня там пятницы я еще поем сладкое а вот в понедельник я сяду в итоге понедельник ой тут что-то торт появился шоколадки появились давай я лучше ноги я тоже когда-то когда сбрасывала первый раз вес я не могла тоже долго начать но потом я решила все надо сбрасывать то что он была нереально толстая было очень тяжело кстати ходить подниматься на этаж вот хотя там мы с мужем жили у нас был лифт но лишь был всегда занят всегда была очередь перед лифтом очень много было много квартирный дом было очень много людей которые стояли вызывали лифт только вот подойдешь к лифту вызываешь его там где-то там откуда-то едет уже все за тебя уже очередь там семь человек стоят уже каждый раз поэтому мы ходили пешком вот это смысл его ждать когда можно дойти пешком ну там этаж невысокий был но все равно я помню прям очень было тяжело помню выйдешь на улицу лето жарко еще вот этот вот лишний 10 килограмм на мне и мне еще жарче тяжело идти не знаю это что-то с чем-то поэтому я думаю нет лучше я буду худеть надо похудеть думаю все первый раз я худела тяжело я помню я три дня сначала ела капусту белокочанную узнала что она жиросжигающего только тогда у меня начал уходить вес а потом просто сыроедение там это то все там обо всем по-моему я даже рассказываю в отдельном ролике поэтому там посмотрите вот этот ролик у меня получился длинным целых 15 минут уже все-таки с вами буду заканчивать а то он уже 15 минут идет у меня все всем спасибо за просмотр с вами был канал artmania подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем пока пока